Вы как-то готовитесь к Пасхе, хотя самоизоляция, выходить никуда не будем, но все равно. Я вот помыла окна в спальне, сняла шторы, везде все пропылесосила, и сейчас они у меня постираются, и я надеюсь, что сегодня я их повешу, справлюсь, надеюсь, вот там вот наверху. Да, и вот разобрала еще вот эту всю кроватку, надо куда-то мне ее продать, потому что Серафим уже в ней не спит, занимает место, небольшую перестановку сделать. Да, ремонт будем делать, поэтому вот здесь вот не говорю, что оторван кусок обоев, надеюсь, что все поймут. Все так жили, и ремонт делали периодически, какое-то время проходит что-то, чтобы модненькое было, современненькое, поэтому сейчас вот тут еще на кровати надо одежду убрать, зимние тут шапки, одежда, которая уже мала Серафиму. Мама, прикрывай меня! Мы пришли на дачу, мама на смене, мы пришли кошку кормить. Холодно так на улице вообще, представляете? Вот я даже шарф намотала в шапке, но так холодно. Вообще, завтра Пасха, какая Пасха! Хотя я знаю, мне все время еще бабушка Царства Небесные всегда говорила, что в Пасху хоть на один часик, но солнышко всегда выглянет, но после обеда будет жутчайший холод. Поэтому мы раньше все время совершали ошибку, и мы ходили на кладбище в Пасху, хотя не советуют, не разрешено так. Это не по православным законам. Но когда мы ходили всегда на Пасху раньше, я уже знала, что с утра можно идти вот прям нараспашку, а в пакете я всегда с собой брала перчатки, шапку, потому что я знала, что обратно мы пойдем, мы можем все замерзнуть. Мам! А? Я взломал ее! Зачем же ты разломал качели? Сегодня суббота, 18 апреля, мы с Серафимом к маме сюда на дачу пришли, вот яйца уже покрасили, наклейки, правда, своеобразные, то ли яйца нестандартные, то ли наклейки такие маленькие, какие-то бракованные, вообще не нализали. Пришлось даже вот маме надрезать. И впервые взяли пищевой краситель, мы никогда не пользовались, вот еще красителем покрасили, правда, разводили только один цвет, синий, вот которые яйца были красные, они получились зелеными, а которые белые получились вот такими бирюзовыми. Мне тут задали вопрос в комментариях рассказать о том, что у меня в ванной комнате, ну вот на полочках, но конкретно поступал еще один комментарий, чем я пользуюсь моими уходовыми средствами. Вы знаете, вот вкратенько, мне очень понравилось, понравилось вот это средство, это детский шампунь и гель для душа в одном флаконе, я покупала для Серафима от Шаума, и мне так понравилось, я попробовала несколько раз вымыть голову, так прекрасно потом лежат волосы, они такие прям пушистые. И вот сейчас я в трагедии, вот все у меня на донышке, где еще купить, а то мужа отправлю в магнит косметик, такой, не такой найдет. Ну я ему, правда, всегда фотографии делаю, он на телефоне потом смотрит, такой или не такой он флакон берет. Но мне вот понравилось, из шампуня вот использую именно вот такой вот детский сейчас, все, домылила. Из бальзамов-ополаскивателей, вот мой любимчик, это Pantene Pravi Aqua Light, бальзам-ополаскиватель, который создает легкость на волосах, он их не утяжеляет, особенно для жирных волос, и если ваши волосы, помимо того, что они жирные, еще и тяжелые, как у меня, то вам тоже, думаю, должен понравиться вот этот бальзам-ополаскиватель. Из геля для душа, вот, на сегодняшний день, все, прям все устраивает меня вот в этом средстве. Это гель ухода для душа, увлажнение и забота, большой флакон с ценным маслом миндаля, он для всей семьи подходит. Я 750 мл взяла и не могу нарадоваться. Но мне вообще Невеевские средства для душа вообще нравятся почти все. Умывалка. Вот сейчас поставила вот такой вот флакон. Я в магнит-косметик купила, потому что очень давно не было таких средств. Я один раз покупала уже его, очень мне понравилось, потом искала-искала, его все не привозили. Поэтому я вам могу всем советовать. Это ежедневное очищение для лица, при этом идет со скрабирующими частичками. И для тех, кто ценит экономию, то я могу посоветовать бюджетная марка, но она все-таки достойна внимания. Мицеллярная вода, вот такой вот у меня флакон 400 мл от Горнье. Я брала чистая кожа. Это мицеллярная вода для чувствительной комбинированной кожи. Но могу сказать, что все-таки, если в глаза попадет, все-таки щипание я ощущаю. Если я доиспользую уже вот этот флакон, то второй раз уже Горнье, наверное, брать не буду. Повелась на то, что была хорошая акция в магнит-косметик именно на средства от Горнье, в том числе и на мицеллярные воды. Поэтому и взяла вот этот флакон. В пустых баночках я уже упоминала, что у меня один из дезодорантов, да, в шариковый закончился. Сегодня я использую вот такой вот дезодорант. Это ритуал красоты пробуждения с ароматом зеленого чая, матча и цветки сакуры. Мне очень нравится, но могу сказать, я уже упоминала об этом, поэтому повторю. Все-таки, нанеся его, походите некоторое время без одежды. Как только высохнет, можете надевать одежду. И могу вас уверить, что не на темной одежде я не заметила белых следов. И так, что во всем меня устраивает. И запаха я тоже, и запаха поток я тоже не ощущаю. Ну и, наверное, еще имеет смысл поговорить о кремах. Я до сих пор вот не могу никак на что-то поменять, променять. Вот этот крем от чистой линии. И помнится даже еще в политехе, когда у меня подруга ходила к косметологу. Ей косметолог сказал, знаете, с вашей кожей используйте чистую линию и не прогадайте. Поэтому вот этот легкий увлажняющий крем для нормальной комбинированной кожи, который идет с алоэ вера и вытяжкой из цветков усилька, я вам могу посоветовать. Бюджетнее некуда, но он достаточно действенный. И даже если он вам не принесет какого-то эффекта с ног сшибательного, я могу вас уверить, он не сделает вам ничего и плохого. И по уходу за ногами, вот сейчас использую тоже от чистой линии, гель свежесть для ног, снятие усталости. Это мята и медуница. Конечно, я не скажу, что это интенсивное увлажнение. Здесь, конечно, поднаврали. Вы уж меня простите, производители, но я не чувствую такого увлажнения интенсивного, как если бы я просто, например, какое-то масло косметическое нанесла на свои пяточки. Но зато снятие усталости и свежесть для ног, да, это на самом деле есть, потому что мята освежает как ничто другое. И я вам могу посоветовать именно после тяжелого дня, особенно вот сейчас жаркие дни начнутся, будет потепление, я думаю, что он как раз принесет тот самый эффект, который и обещает нам производитель. Снятие усталости, свежесть для ног и чистая линия, опять же, все натуральное и при этом цена очень даже радует. Закончилось на днях моющее средство. И я мужу сказала, пойдешь в магазин, обязательно какое-то средство для мытья посуды купи. Он взял вот такое средство от МИФ. Я, правда, не беру его никогда, почему-то не смотрю на эту марку. Идет с глицерином, то есть не нанесет вреда нашим ручкам. При этом с экстрактом алоэ вера, 500 мл, вот такой вот красивый флакончик, ну, со знаменитым мой додыром, как и на порошках. И когда я стала его впервые использовать, я подумала, ой, ну что это за вода такая течет? Действительно, настолько жидкая. Но, хочу вас предупредить, наливайте немного на губку этого средства. Пенится достаточно хорошо, поэтому я думаю, что вот на этой пене, которая отмывает посуду, думаю, что я и сэкономлю, не так быстро его израсходую. Но в дальнейшем посмотрим уже в пустых баночках более полноразмерный, размёрнутый отзыв на это средство, конечно же, вам дам. Помните, я вам рассказывала в пятёрочке, но это достаточно давно уже было, я покупала вот такой вот стаканчик, стаканчик для смузи, для коктейлей, он идёт уже с трубочкой, с крышкой, закрывается очень плотно. И я его взяла и поставила уже в долгий ящик, как говорится, на полку, и забыла про него. Ну и сейчас во время самоизоляции мы понимаем, что лишний раз не сбегаем ни за соком, ни за компотом. И Серафим у меня тут стал припрашивать компот, а когда у нас папа на работе, мы не выходим в магазин, у нас папа ходит. И у меня были сухофрукты, я сварила компот Серафиму, налила вот в этот стакан, эстетично, красиво, удобно. И он у меня вот с этим вот стаканом на балконе, вышло солнышко, было тепло, расхаживал, попивал компот, и еще и меня угощал. Так что вот и пригодился. Пригодился вот такой стакан для коктейлей и смузи во времена самоизоляции.